Всем доброго утречка! Я опять самая последняя Все бананы забрали, я так и знала Придется мне взять кексик И что? Апельсин нет, не хочу Эх, я так и знала, что тот, кто поздно встанет Все бананы уже уедут Ну ладно, вставляю 20 центов Хочу И что? 7 мафин Мафин Пожалуй, 2 мафина 7 И пойду сейчас До города Байона Альберги уже оказался закрыт Со стороны входа Поэтому я сейчас ухожу С заднего двора Надеюсь, здесь есть выход на улицу Раз есть, да, есть машина Да, скорее всего, есть Иду последние 10 километров 11 Ну к 12 почти Вдоль океана До городка Байона Все советовали там Прям туристиком заняться Остановиться, посмотреть Очень красиво, говорят, город И я, пожалуй, так сделаю И там же найду остановку на автобус И доеду до начала 100 километров Вы знаете, я вот фотографирую все вот эти вот скалистые берега Каждое утро их фотографирую Но понимаю, что Они, по сути, очень одинаковые И вот вернувшись домой Через какое-то время Я, наверное, даже на фотографиях их не отличу Только вот по геоточкам Которые телефон записывает Я смогу понять, какой именно это Вот кусок берега И вот Однообразие картинки на самом деле Казалось бы Разное все время, да Что-то бывает Но, да, вот эта дорога вдоль океана Проветривает мозг И ты Немножко даже уходишь в себя Потому что, ну вот Как медитация, такое однообразие Шум такой вот волн Многие выбирают прибрежный маршрут Только несколько дней Один день или, по-моему, три дня Или четыре Может быть, это отчасти правильно Потому что не каждый сможет вот так идти Каждый день Почти с одинаковой картинкой за окном А вот там впереди, мне кажется, меня ждет кофе Про который говорил Хозяин ресторанчика Что в этом альберке как бы позавтракать нельзя И что-то даже чайника не было Хотя кофе растворимый и пакетики чая стояли Вот А ресторанчик, он тоже работает только с обеда Но вот здесь, судя по количеству машин Можно что-то получить на завтрак Вот здесь вот, действительно, буквально в километре есть Кафешечка, которая работает И я хочу здесь выпить горячего кофе Потому что мне холодно А хрен мне они, кафе Конвеч Закрыто все Слушайте, не всегда нужно следовать желтым стрелочкам Потому что, смотрите, что, блин Вон с той, с той дороги Путь вот так в обход повел Да? И сейчас возвращает практически туда В чем глубокий смысл? Последний взгляд на океан Океанище Я отворачиваю от этой дороги И дальше уже будет только залив А вот такого свободного Могучего Безбрежного Уже Уже до самого Сантьяго не будет Дорога от океана Начала забирать вверх И вот И вот И продолжает набирать высоту Так что Начало утреннее Не самое Легкое Без завтрака еще Я так и нигде не нашла Где попить кофе Все закрыто было Все Вот велосипедисты на камина Это вообще люди С остальными жопами Ели А мне знаете что хочется сказать Как красивооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооа Dziękuję В Берге до сих пор нет ни одного кафе, поэтому надо было взять еще кексиков за донативу. Потому что здесь не то что кафе, даже магазинов, ну короче вообще ничего нет, где можно было бы купить. Смотрите какой фонтанчик тут сделан из камушек вот так вот выложенный. В 1949 году сделаны, наверное даже питьевая вода. По крайней мере не написано, что пить нельзя. До топола до Байоны, большой город! Сейчас сойду в собор и займусь чем-нибудь более приятным. Ола! Буэн камино! Какие-то люди появились. Ребятушки, сделала перерыв, съела тортилью. И сейчас иду искать, где остановка автобуса. Потому что я все-таки отсюда планирую уехать в Вигу. И хочу это сделать на автобусе, а не на такси. Потому что такси в Испании стоит примерно 1 евро за километр. А мне нужно будет проехать, получается, 20. Ребята, тропа камина спускается вот оттуда сверху и заворачивает направо. А автобусная остановка будет, если вы пойдете прямо. Вот, Аста. И тут Аста. Мне местные подсказали, что автобус останавливается здесь. Однако, расписание здесь нигде не висит. И не очень пока понятно, во сколько будет автобус. Ну, вроде как он ходит раз в час. Вот с этим надо сейчас разобраться будет с расписанием. Юлечка следопыт нашла все-таки автобус на остановку. Вот стоит автобус, который едет в Вигу. И здесь сюда же прибывает автобус из Вигу. Смотрите, на расписании написано начальная и конечная точка маршрута. А ниже написано, через какие города он едет. На них, ну, не обращайте внимания. Если вам прямо в Вигу, то, в общем, вам только интересует верхняя строчка. А вот, что я, пожалуй, буду. Не обожрусь ли? Может, маленький взять? А? Как вы думаете? Здраво. Н eens горячее 4 в 14 Арбузик pots купила. Гrado стоит 4 евро 14 центов, потому что я купила еще в Португалии ножок И надо же его использовать-то, я же не Биар Грилл, с арбузы резать им надо. Еще зашла в аптеку, купила еще один карандаш Компит, потому что тот я почти уже весь израсходовала. И знаете, он реально работает, у меня больше не было мозолей с тех пор, как я им начала пользоваться. Первый день просто ступила. А стоит он здесь где-то 6 евро и 50 центов. Компит, поездка, поездка, поездка. Город Байона известен тем, что сюда причалила каравелла Пинта. Одна из трех, в которых Колумб совершил свою первую самую поездку в Латинскую Америку. И вот это вот восстановленная копия. Вот здесь тоже тапас-бары встречаются. Советую, очень-очень советую. Тут даже вот Бэт Френдли какой-то есть местречко. Так что, в принципе, вы можете натопаситься здесь. Прошел час, даже 50 минут. Причем в приложении было написано, сколько часа едет. Но, видите, он ехал уже 50 минут. Вот. И что? Я двигалась. И я срочно перебронировала отель. Потому что, пока мы ехали через этот город, я смотрела на карту и понимала, что мне завтра придется через все вот эти вот дома. Только что испанский дедушка продолжил сменить мою кепку. Каминскую на его кепку клетчатую. Олега Попова. Ну, как же мне тогда будут узнавать? Потому что грязные ботинки, грязные штаны – это не признак пилигрима. А еще в Испании бывает так, что вот написано «звоните». Но они ожидают, что им позвонят только испанцы. По-английски. Но я говорю в английском. И все. Оп. Посмотрим? Си. Я вас спит? Угу. У девочки Юлечки сегодня день отдыха. Знаете что? Наверное, нужно было пройти по мосту, чтобы ночевать сегодня не одной. А то иначе как. У Вига просто огромнейший ЖД вокзал. Мой отель находится вон там. Мне пришлось, блин, его обходить, 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 обходить. И сейчас вот, чтобы выйти к набережной, тоже придется еще хрен знает сколько идти. А еще, короче, вот после камина, когда ты застреваешь в большом городе, ты весь такой вот деревенский, на фоне вот этих испаночек, идущих с работу, с работы, всех таких красивых, выглядишь как дурак. Вы знаете, я совсем немножко прошлась по этому городу, но он мне вот как-то, знаете, напомнил и Лиссабон, и Барселона одновременно. Вот эти вот мирадоры, смотровые площадки, улицы, которые вверх поднимаются периодически. Это все от Лиссабона. А вот эти вот кафешечки, торговые магазинчики, это вот прям Барселона-Барселона, честное слово. Не знаю, есть ли тут дух схожий людей, но вот просто по ощущению очень похоже. И вот там где-то наверху есть даже свой замок. Ну, не манжуй, конечно, идти не так далеко и высоко, но я туда все равно не пойду. Я возвращаюсь в отель. Чуть-чуть не успела в церковь. Прямо перед моим носом захлопнули дверь. Ну, видимо, священник просто привыкший, что надо быстрее от этих всех людей, бухающих на площади, закрывать двери и храма Божьего. Продолжение следует...